так сален казахстан это начинается первые дебаты на нашем канале войсов казахстан с вами по-прежнему нурул канад жандос и у нас две партии партия хак токжан кожалиева вот она и партия шиндек ермек нарымбаев вон он в красном сидит как палач да да первый покертолаз у нас на политическом поле и вот мы начинаем по регламенту нурул передаю тебе слово спасибо большое я тоже приветствую всех еще раз упомянуть хотел что мы перешли к этому формату сегодня первые первая передача мы решили запускать вот такой формат именно в целях того чтобы повысить культуру политического диалога мы очень много столкнулись ситуации где люди обвиняют друг друга просто неконструктивно работают ставят друг другу палки в колеса для того чтобы избавить людей от этих возможностей мы предоставляем площадку платформу и на этой платформе политики могут выразить свое мнение они могут материть друг друга но то есть как бы есть все-таки какой-то общая общая цель общая направленность у каждой партии платформы у каждой партии программы цели какие-то которые она хочет достичь и мы хотим чтобы люди потихоньку начинали изучать эти моменты и с этим то есть как бы я хотел бы немножко ознакомить с регламентом участвующих первую очередь мы проведем жеребьевку жеребьевкой вы вытянете очередность вашего выступления и у нас значит таковой присутствует два основных блока первый блок это мы говорим о критике санитарной сферы ну грубо говоря что сейчас происходит с коронавирусом что происходит сейчас вот с режимом ЧП как как власти управляются с этим и второй блок это экономический критический блок как подходит власти к решению проблем и ваше видение то есть как бы решение этих проблем чтобы устранить ситуацию после того как озвучен будет один блок мы переходим к серию вопросов первое право вопросов имеет оппонент если допустим ермек выступил задает вопрос после этого только задает вопрос в течение 30 секунд на ответ уходит две минуты значит таком таком ракурсе по пять минут каждое выступление то же самое повторяется и по второму блоку после того как задали вопросы друг другу мы задаем вопросы от себя от ведущих каждый по три вопроса которые ну . мы возникнет возникнут из входа ваших выступлений после этого мы будем смотреть на вопросы из зала то есть вот люди которые смотрят наши что если они задают вопросы то значит мы будем перенаправлять вам ну на этом пожалуй все скажите пожалуйста вам ясны вообще условия и конечно последнее это мы хотели бы когда мы закончим с этими блоками завершение каждому будет дано по минуте выступить так сказать с этим с вашим посланием ваших избирателям где-то 1-2 минуты все спасибо если все ясно я прошу зандосов провести жеребьев так у меня белая пешка в руке я сейчас я спрячу в одной руке и кто будет угадывать тоже какой руке на миг начинает я попрошу начинать таймер на пять минут на пять минут на пять минут прежде чем мы начнем я хотел сказать что люди жалуются на качество ну извините то есть так вот где-то интернет подкачал где-то то есть у нас не совершенно технологии ребята я вам объясню по всей швейцарии с интернетом проблемы по всей швейцарии прощения за это будем пытаться улучшать передачи и поехали начали да да значит у нас что с чего началась история поздно закрыли границы когда у нас вспыхнуло в наземном шаре в южной корее в израиле в иране в италии казахстан уже понимая что ситуация накроет обязательно казахстан тем более а мы граничим с китаем нужно было немедленно закрыть границу мы опоздали на месяц дальше не тестировали пассажиров по авиарейсам хотя у кнр у китая у японии эти тесты уже были не можно было закупить загадя практически ну условно говоря за полтора месяца до того как появилась реально первый лабораторно подтвержденный больной можно было уже проводить тестирование и тестирование начинать нужно было с пассажиров поверить их практически до сих пор толком не тестирует не закупали массово первичной тесты дальше у нас были очереди в супермаркетах комнате стопотворения покупали все подряд не полиции не охраны никаких действий властей по поводу социального дистанциирования а метровой дистанции между людьми в очередях с этого порядка наведения не было были очереди в банках и на почтах они не прекращаются эти до сих пор очереди стоят нету промышленности санитайзеров это уже претензия больше к назарбаеву за эти 30 лет это и только его по деятельности нет самого элементарного нет масок санитайзеров спиртового спрея и тех же самых и вы вот не хватает переболок был с большими этими со спецсчетами в банках когда 42 500 объявили объявили что нужно спецсчета иметь что нужно заплатить дополнительно какую-то сумму по есп чтобы получить деньги люди заплатили и потом им приходит отказ потом пришли изменения по тем по получателям появилось несколько групп по которым государство позже поменяв игру отменила им выплаты дальше банки продолжает и каспий банк в том числе занимается пиратством с изъятиями денег со счетов клиентов и с коллекторами занимается пиратством значит это им надо запретить делать без судов вообще надо законодательно это запретить дальше у нас проблема с низким масочным режимом за счет чего в принципе а япония южная корея китая это из этой проблемы справились в отличие от италии нужен высокий масочный режим дисциплина в том числе я считаю что нужны правильно штрафы вот греции допустим 300 долларов нужны тюрьмы там по пять суток но нужно высвобождать людей для того чтобы вы люди выходили на работу люди должны работать получать деньги в этом мне кажется тот же секрет японского и корейского чуда в эпидемии в борьбе с эпидемией нет обратной связи у правительства у министров у чиновников соцсетях нигде нету не дозвонишься нету прозрачного открытого штаба на всех уровнях с участием общественных нет волонтеров и гражданских дружин по помощи врачам по уходу за больными по поддержанию порядка на улицах и очередях те же самые очереди в банках по коммунальным платежам мы знаем что старики постоянно после того как меньше получает бегут в банк создает гигантские очереди и сегодня они друг друга заражают заражают коронавирус они должны быть полностью ликвидированы либо это государство должно полностью за пенсионеров заплатить все эти коммунальные платежи на период карантина будет сколько он длится месяц или шесть месяцев не важно либо каждому пенсионеру должна быть предложена конструктивная помощь по мобильной видеосвязи должны быть подарены выученные смартфоны и помощь по поводу как по навыкам как платить с коммунальными приложениями значит по мобильным платежам в банке чтобы это проблемы не было чтобы ни одного пенсионера в банках не было нет учения всего сообщества врачей как это предлагал серик турсун на вашем же канале по коронавирусу никаких учений нет никакой учебной мобилизации никаких курсов по ивл подготовки по реаниматорам дальше пошли у нас сколько мест зачем нам вот эти три гигантские больницы на 15 миллиардов тенге если у нас есть вот в одной только в астане 111 школ по 48 классов каждом по 10 коек в каждом классе это уже 53 тысячи 200 коек у нас есть 10 тысяч гостиничных номеров по 2 по 2 койки в каждом это 20 тысяч коек плюс еще у нас получается 11 школ со спортзалами по 100 коек в каждом всего получается 91 тысяча койка только в одной станет по койкам в больницах 98 тысяч у нас нужно наращивать за счет тех вещей которые сесть под рукой без особых денег в этом проблема властей и ее неразумности неэффективности непрозрачности то же самое по поводу действировали если мы тестирование завезли то мы должны вопрос решать кого мы должны тестировать первую очередь мне кажется мы тестировать значит при выездах между регионами потом между районами и городами и так далее извиняюсь спасибо большое слово передаем для вопроса тоже направьте ваш вопрос пожалуйста нет два вопроса у тебя есть право два вопроса задать если не хочешь мы дальше идем хорошо то есть ты хочешь следующий раз четыре вопроса задать следующем туре я могу воспользоваться не могу правильно так я давай пожалуйста мне провести то есть а то мы сейчас все смешаем если честно другое так далее то есть как вот я сейчас начал я поведу хорошо но сейчас должна тоже выступить она не задает вопросы дальше идет сейчас выступлением ток-жан готова на готово старт добрый день всем участникам данного форума у меня всего лишь шесть пунктов на которые хотела бы остановиться в данном сейчас что происходит сейчас в казахстане первое мы какими с какими проблемами сталкиваемся сейчас в казахстане это первое хождение наличности накопление денежных средств налички или банковской карте есть сейчас у население примерно у 50 процентов населения на месяц на два месяца у 30 процентов населения на три месяца у 15 процентов населения у 6 месяца у пяти процентов всего накопление на наличности или на банковской карте у У 5% населения. Резюме, сейчас в стране происходит острый депицит наличности, тем более тенге. В следствии пойдет спрос на бартерные сделки, то есть на натуробмен. Переходим ко времен после революции, то есть военный коммунизм и рост преступности в виде грабежей. На данный момент уже факты имеются. Есть факты грабежей, увеличения криминализации в особенных областях. Второе. На текущий момент мы наблюдаем, так как я нахожусь в Казахстане, наличие продуктового, проблемы в продуктовом запасе. То есть запас продуктов на месте есть только у нескольких натурных хозяйств, у городского населения запас продуктов на неделю в квартирах, остальное все в магазинах. И если не будет поставок на рынки и на мелкие подобные подсобные магазины городов, то у нас будет проблема и в поставках на самих магазинах. Сейчас это наблюдается в районах, в областях особенно, которые отрезаны от больших городов, которые закупались на оптовых рынках в городах. Например, я знаю, что по Астане это есть проблемы у Ахмуринской области, потому что многие закупались на Шанхае. И поэтому сейчас начались опять так же грабежи именно просто продуктов. Также проблема есть у небольших областных магазинов не сетевого характера, так как они, возможно, могут скоро закрыться, потому что, еще раз говорю, оптовые поставки находятся в больших городах. И поэтому простая потребность простых продуктов. Например, могу сказать, что даже в городе, в Алмате, сейчас уже есть дефицит таких продуктов, как сырые, молочные продукты, мясные продукты, потому что все это в основном поставлялось из областей, именно в таких магазинах. Далее. По потреблению товаров и услуг есть проблема, что народ перешел на мобилизационное потребление товаров и услуг, то есть, резюме, многие товары и услуги еще долго не будут востребованы, нет острых необходимостей в таких услугах, как салоны красоты, туризм, такси, развлечения, центры очного образования. И следствие того, что исчезнет множество ИП, индивидуальных предпринимателей и рост самоликвидации малого и среднего бизнеса. Доступность образования. Переход от институционного образования резко снизит уровень образования вообще в Казахстане. Мы будем наблюдать, что по итогу, что, так как у нас плохая проблема с интернетом, то, скорее всего, мы, как следствие, будем наблюдать, что многие перейдут в сочное образование, к сожалению, образование именно российское, потому что казахстанский рынок мало представлен с институционным образованием, сколько для высшего образования. Что мы в итоге получим? Мы получим, во-первых, проблема будет у выпускников, у выпускных классов, 11-й, 12-й, 11-й классы, проблема будет с ИНТ, сдача поступления в ВУЗов, потому что система до сих пор не регулирована. И система ИНТ отрегулирована онлайн именно в России, так что мы опять увидим большой отток наших школьников в ВУЗы России. Далее, высвобождение рабочей силы, в силу оптимизации услуг МСБ будет большое высвобождение рабочей силы, есть прогнозы, что до 30% МСБ будут закрыты и большой рост безработицы. Например, по США мы знаем цифру, это 6% роста на безработицы, у нас, наверное, это будет больше, потому что все-таки рынок США, он более стабильный по сравнению с нами. И поэтому мы ожидаем, что примерно, если по статистике у нас есть 2 миллиона самозанятых и 1 миллион 400 безработных, то мы получим примерно около 2 миллиона безработных. Хорошо, спасибо, у вас 2 секунды запаса. Сейчас хорошо, спасибо большое выступающим. Вопросы к Ермеку, Токжан. Нет, вопросы я могу задать, да? А, ой, Ермек, то есть, извините, Ермек, Токжан, вопросы наоборот. На ответ 2 минуты, да? Да, вопрос 30 секунд плюс ответ 2 минуты, мы так это говорим. Смотрите, Токжан, значит, у нас карантин, вообще, сама идея, она не лечит больных, она оттягивает, либо растягивает поток больных в больнице. И мы должны карантин подстраивать под того, сколько могут больных принимать больницы с 2,5 тысячи МАИВЛ, которые у нас имеются в стране, и 93 тысячи коек и так далее. Значит, карантин, он нужен для того, чтобы подготовиться к более, либо к вспышке, либо к тому, чтобы растянуть эту очередь в более приемлемый вариант. Значит, исходя из этого, нужно сегодня выпускать предприятие из карантина. Вы согласны с этим? Как это надо делать, по-вашему? Что нужно сделать для решения самой проблемы коронавируса? Как вылечить, как справиться с этой проблемой, чтобы можно было окончательно сказать, что все, сегодня проблема закрыта полностью, все выходим как бы на работу. Я с вами не согласна, что, Ермей, спасибо за вопрос, не согласна с тем, что необходимо выпускать из карантина. Планируется, что планируется примерно с середины апреля более-менее уже облегчение ситуации с карантином. Так планируется, насколько я слышала. Но мы видим, наблюдаем в Швейцарии, когда они перешли на... не вступали именно в период карантина, то у них высокий рост был смертности. И поэтому, вот вы говорите, 2,5 тысячи МВЛа и больше заболевших будет. К сожалению, у нас кое-какие места не хватит, если у нас карантин прекратим. Нет, я предлагаю, наверное, подключат вас, сделать поэтапно, то есть подстраивая... Не умею, дай человеку ответить. Да. Я уже ответила, что вот с 15 апреля собирается уже как бы более-менее смещать режим карантина. Поэтому, насколько я понимаю, правительство идет на эти меры с тем, чтобы дать участие в работу малому и среднему бизнесу. Хорошо, второй вопрос. Значит, все-таки карантин сейчас для предприятий по очереди, по группам предприятий, по отраслям ослаблять надо, чтобы мы потихоньку из карантина в итоге выпустили по очереди все предприятия. Не знаю, растянуть это на какой-то период, на сколько-то, недели или месяцев. Как вы предлагаете это сделать? Какие предприятия в первую очередь, какие отрасли в первую очередь сделать надо это на сегодняшний день? И ребек уложился. Поехали. Считаю, что если будет постепенный переход в более лайт режим карантина, то необходимо, конечно, будет разрешить работу предприятиям, которые производят продукты питания в первую очередь. Сельхозники, насколько я понимаю, они в принципе работают, и предприятиям, которые занимаются логистикой и реализацией продуктов питания в первую очередь. Ответ принимается. Сейчас мы переходим тогда уже к следующему разделу. Это вот вопросы уже от нас. Давайте представим себя избирателями. Ну, Ролл, я извини, перебью тебя. Просто, чтобы было справедливо, еще раз давайте спросим. Токжан, ты не хочешь спросить, Ермека, два вопроса задать? У тебя право есть, потому что если уже сейчас не воспользуешься, мы дальше пойдем. Да. Ермека, вы находитесь за рубежом. У меня хотелось бы понять, есть ли у вас понимание, что сейчас делается на Украине, да, если не ошибаюсь, вы на Украине находитесь. Что положительного делается на Украине, что не делается в Казахстане, именно по, скажем, облегчению ситуации в нашей экономике? Ну, подожди, Токжан, это будет рассказ о том, что делается в Украине, но не мнение как-то мое. Что делать, которое не делается у нас? Ну, давай, скажем так. Значит, мне нравится, что вели жесткий карантин, но при этом сразу же идут огромные закупы в Китае по поводу миллионов массов, ИВЛов, санитарных халатов, комбинезонов для врачей и так далее. В этом плане есть плюсы, то есть они сразу же решили закупаться, и это сделали гораздо раньше, чем Казахстан. Второе. Важно, что Украиноборонпром рассекретил все схемы по поводу производства ИВЛ, завод «Буревестник», и предложил всем любым предпринимателям, коммерсантам, у кого есть цеха, запускать эти ИВЛы, чтобы их ими насытить до необходимого количества в объеме для всех больниц и для всех этих мест. По тестированию то же самое. Запускается, значит, закуп и одновременно собственное национальное производство этих тестов в Украине. То есть в этом отношении они делают необходимое. Каждый день, значит, мэр города Киева Кличко выходит каждый день, каждые 24 часа выходит с информации. Такого у нас, к сожалению, нету. То есть у нас один раз, может быть, в неделю или в 10 дней. Президент Зеленский, в отличие от Украины, выступает не один раз в 10 дней, а выступает каждые 2-3 дня. То есть больше обратная связь вообще есть. Любые вопросы задаются, и сразу же получаются ответы. В этом отношении обратной связи в Казахстане нет у чиновников, и нет никакой прозрачности по деньгам, по расходам по 10 миллиардам. Мы не знаем, откуда они пришли. И у нас ощущение, что это мифические цифры. Либо они сделаны на основе докризисного периода, когда налоги рассчитываются исходя из нормальной... 10 секунд. Так как налогов нет у нас сейчас, ни с кого не собирается, соответственно, невозможно понять, будут ли эти деньги у нас. Хорошо. Второй вопрос, можно ли? Да, да. Ирики, также по опыту Украины, да, вот что мне больше интересно, есть ли план, который понятен для населения Украины, есть ли план выхода из экономического кризиса после карантина у Украины? Пока в этом отношении понимания Украины нет, как и у Казахстана. Мое видение такое, что нужно с сегодняшнего дня, прямо сейчас, начиная с сельского хозяйства, с коммунального хозяйства, со сферы, которую обслуживают и строят вокруг медицины и здравоохранения, по производству масок, санитайзеров, там, ИВЭО, нужно сейчас попорционно выпускать. И в итоге мы должны за два месяца выпустить все предприятия, при этом каждое предприятие выпускать под жестким санитарным надзором и обязывая даже каждый бутик давать бесплатно маски клиентам, давать санитайзеры везде, должны бесплатно стоять, как в Японии, как в Южной Корее. И тогда на этой основе мы сможем решить две проблемы. У нас две проблемы. Это эпидемия и экономический кризис. Мы не должны за счет экономики решать проблемы коронавируса, потому что в итоге мы все сдохнем от голода. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо же тебе, что это предложил. Все-таки Толджан решил дать вопросы. В общем-то, да, свободная воля и, пожалуйста, чувствуйте себя свободны. Ни в чем себя не стесняйте. Смелее атакуйте друг друга. Мы здесь все друзья, поэтому, пожалуйста, будьте раскованнее, я бы сказал. Так, у нас есть второй блок, вроде. Что есть? Второй блок экономический. Нет, мы вопросы не задали по вот этому блоку. А, ну давайте. Что нужно, что? Не понял, я. Это не так, на пятимилогическому разделу надо задать вопросы. Вот ведущий зададут. Да, мы сейчас зададим. Ермек, скажи, пожалуйста, у тебя, я просто хотел спросить, у тебя картинка сейчас застряла? У всех, да, видно, что застряла? Да, застряла у Ермека. А у меня застряла? Да. Так, подправь, пожалуйста, а мы пока будем... Так, меня вообще слышно? Тебя слышно хорошо, просто твоя картинка, ты куда-то... На Мольдер, наверное, смотришь и застыл. Так, я не знаю, что сейчас сделать. Да, ты прямо как этот, как недвижимость. Ну, в принципе, меня не сильно напрягает, если... Ну, пусть картинка будет, потому что, по-моему, какие-то проблемы с интернетом. Давайте я пока отвечу на вопросы. Хорошо. Тогда, ну, давайте, ребята, какие вопросы у вас будут к нашим выступающим? Наверное, уже в том порядке, как они были, или можно, то есть, сутграмм начать. Ну, если... Я могу начать, просто, ребята, вот у нас сколько времени, кстати, было на ответ? Ну, у нас две минуты на ответ. Две минуты, да? Две секунды на вопрос. Полторы минуты, полторы минуты на ответ. А, полторы минуты. Ну, пусть будет две минуты. Ребята, просто... Специальные люди, пусть будет две минуты. Тридцать секунд, то есть, как бы, на сам вопрос задавай тогда, Жаке, давай с тебя начнем. Ребята, мне кажется, вы оба, к обоим вопрос. На время карантина не сильно углубились вопросы вот поставки продуктов. То, мельком вот сказали, а вопрос не только в достатке продуктов, но и через продукты, чтобы люди не позаражались. Вот, можете чуть-чуть поконкретнее за две минуты ответить поглубже и поконкретнее. Ермек, пожалуйста, включи-отключи камеру, чтобы у тебя живое изображение было. Как это сделать? Ну, например, включи-отключи просто, нажми там и включи, да? Жеребевку будем делать? Кто будет отвечать первым? Или кто будет, тот неч? Вы, пожалуйста, модерируйте, господи, уважаемых модераторов. Нет, я предложил сделать так. Либо, то есть, как бы, жеребевку не надо делать, либо мы пойдем так, как они выступали, то есть, уже сделали жеребевку. Мне кажется, уже была жеребевка. Хорошо, в этом туре Ермек начинает. Все, давай. Значит, отвечаю на вопрос. Есть опыт, смотрите, есть опыт по поводу высокого стандарта, который может быть снижен в сельском хозяйстве. Можно взять опыт войны. Министерство обороны на каждый военный завод выставляло свою группу офицеров, которые занимались строго чисто только одним контролем, приемкой. То же самое можно, не проблема, просто элементарно увеличить за счет тех, которые сокращаемых неработающих чиновников, которые находятся над дистанционно. Их можно вытащить на работу, снабдить их полномочиями, и они должны на каждом, условно говоря, в каждом предприятии сельского хозяйства принимать, значит, выборочно товары проверять. То есть, обеспечить их упаковку, то есть, по всей цепочке, не только сельское хозяйство, но и те же самые продмагазины, до такой степени, чтобы доставка была до дома клиента, потребителя в качестве. Второй момент. Надо развивать доставку саму, службу доставки, освободив от налогов на время карантина, на эти полтора года. Второй момент очень важный. Это сделать так, чтобы поощрить, возможно, даже 20-30% расходов по доставке государство должно взять на себя. Должен быть взят принцип испанского премьер-министра. Он заявил, государство должно взять шок-шок на себя. И если мы шок, как государство, возьмем на себя, то, скажем так, доставка частично будет оплачиваться, спонсироваться государством. Мы должны сделать так, чтобы мы ушли от этого, от отхождения по магазинам и по поводу карточек. Все магазины, все любые точки сфера обхоженной торговли, которые работают без карточного терминала, должны быть закрыты. И они должны быть возобновлены и разрешены, если у них есть карточный терминал. То есть наличку мы должны максимально сжать до минимума. Наличка сама по себе – это сегодня тоже средство заражения. Хорошо, спасибо. Жакем, можно попросить тебя держать немного поближе к середине, потому что не видно было времени. Хорошо. Сразу видно, что по магазинам, не знаю, что дома продукты принимаете не вы. Какая цепочка, какие пакетики на предприятиях, какие там лишние люди при проверке сборят продукты и так далее. Ну о чем? Это же утопия, во-первых. Во-первых, это не нужно. Есть простое средство – руки с мылом мыть, продукты мыть тоже. И вот есть просто – спирт там вот так вот делаете, и как бы все пакетики, и все продукты, и все. Проще надо смотреть на… Делать жизнь людей нужно проще. Цепочка такая у вас тяжелая получилась, да, вот, что там лишние люди из армии, проверяющие в каждой колхозе, они, извиняюсь, они же сами все будут возбудителями разных вирусов. Просто каждый должен соблюдать личную вегиену, в том числе при покупке товара. Все. Хорошо, спасибо. Жаке, второй вопрос. Прежде чем ты вопрос задашь, я хотел бы к зрителям обратиться. Тут такие вопросы задают. А можно спросить вопрос? А можно ли задать вопрос с подвохом? Я говорю тебе, ну, нашим фоллоуерам, нашим зрителям, задавайте, не стесняйтесь. Любые вопросы готовы ответить наши выступающие. И с надвохом. И что-то слабо с троллингом. У нас тут появился один Виктор Цой, он тут этот, всякий троллинг пытается. Но это всего лишь один человек. Ребята, тролльте, заходите, мы открыты. Давайте Ханатову Евгеньеву дадим слово. Нет, сейчас дадим, дадим. Давайте не вмешиваться в модерирование. У меня только один вопрос тогда. Вопрос задает Джандос второй. Каждый по два вопроса у нас. Да. Я всегда подозревал, что Виктор Цой жив. В общем, такой вопрос. Государство должно обеспечивать благополучие граждан, чтобы они не заразились. И как бы раз карантин, то государство этим занимается. Это понятно, да? Но те граждане, которые вот у меня, например, знакомы, у него дочка застряла в Вьетнаме. И консульство Казахстана не чешется о том, чтобы их привезти сюда. Она последние деньги прожирает, живет в гостинице. Как вы решили вот такие вопросы? Они тоже граждане Казахстана. Ей говорят, заплати дополнительную сумму и прилетай до Усть-Каменогорска. Потому что Астана, Алматы закрыты. Но она живет в Актау. Как она из Усть-Каменогорска приедет в родной Актау? Как бы вы решили? Ермяк. Жанна, когда она уехала? Она уехала давно, где-то, я остановлю, она уехала, ну где-то летом, наверное. То есть, и когда коронавирус застал ее там, она там, то ли как турист, то ли как, я не помню детали, да? Но она не может приехать. Тот билет, который... Прямого же рейса нету. И тот билет прогорел, который через Бангкок. Второй билет там через Москву тоже что-то не получилось. Прямого рейса нету в Казахстан. Тоже еще одна проблема. Сейчас говорят, мы организуем рейс, только ты платишь за билет и только до Усть-Каменогорска. Она боится, а что я буду делать в чужом городе Усть-Каменогорске, если я в Актау? Фейсбук сила. Организуем и встречу в Усть-Каменогорске. Но проблема такая есть. И, к сожалению, она пока на текущий момент, на самом деле, да, решается только за дополнительную оплату. Потому что я связывалась с посольствами. Основная причина тем, что когда посольства организовывали вывоз наших граждан из тех стран в Казахстан, некоторые отнеслись к этому, как мыслим, но это реально так было. И посчитали, что карантин не может так долго продолжаться. Ну, то есть тут стечение обстоятельств. Когда все посольства организовывали вывоз наших граждан, некоторые граждане решили, как бы, отнестись к этому, скажем, с недоверием или на авось понадеялись. Сейчас, сейчас ситуация по всему миру. Такая проблема не только в Казахстане. Такая проблема и у россиян, такая проблема и у испанцев, и у американцев, и у эстонцев, и у всех. На текущий момент все сейчас после того, как карантин в странах вступил в силу, те выезжают собственными силами только. Я ответила. Спасибо большое. Ермек? Спасибо за вопросы. Переходим к следующему. Ермек не ответит? Я обоим задаю. Хорошо. Давай. Ну, два варианта есть. Государство поможет ей, чтобы она там переждала карантин, помогла ей с жильем, и с продуктами питания. Второй вариант, если у нее есть возможность долететь до Усть-Каменогорска, то в Усть-Каменогорске встретить ее и точно так же обеспечить государственное размещение, гостиницу там какой-то, карантинный вариант, и питание то же самое. А я думаю, внутри Казахстана родственники там элементарно, тем более она с нефтяного запада, если родственники для нее не проблема перевезти деньги туда, она в Усть-Каменогорске пропитается до окончания карантина. В принципе, такой должен быть алгоритм по всем людям, которые находятся, застряли за рубежом. Точно так же должна быть всемирная помощь, должна быть создана оперативная группа при Министерстве иностранных дел, и она должна закрыть все вопросы и отсчитаться еженедельно по всем застрявшим пассажирам. Спасибо большое. Извини, Ермек, просто я думал, что ты уже ответил, ну как бы этот, пока здесь зачитывал, что этот. Переходим сейчас к вопросам от Каната. Канат, просим тебя задать по два вопроса, ну два вопроса, то есть, чтобы каждый из наших участников ответил. Я нахожу нашим вопросом, отвлеченный от жизни. У меня непосредственный вопрос сразу к двум нашим оппонентам. Что вы думаете предпринять, если начнутся погромы и голодные бунты в Азстане? Это первый вопрос. Второй вопрос, когда начнутся жертвы, а они будут неизбежно со стороны полиции и войск, потому что нормальному обращению с людьми они не обучены. Это показали жанноземские события. Как вы будете пресекать жестокое обращение с населением, со стороны властей, со стороны полиции и войск? Вот два вопроса. Ну давай я начну. Значит, первое. Все погромы, все варианты мародерства, массовых урятков, они будут возникать исключительно по вине властей, по глупости властей. И первое. Уже сегодня есть множество составляющих, которые ведут к этому. Это отсутствие обратной связи, неналаженная система оперативных ответов на возникающие вопросы у общества, у блогеров, нежелание выходить на интервью, нежелание прозрачно высказать всю информацию, как на уровне республики, области, города и района и так далее. То есть, когда нет информации. Второй момент. Нужно сегодня же выпускать порционно предприятия из карантина. Надо ослаблять вот этот карантинный зажим. Если карантинный зажим будет сильно длиться, это взорвет ситуацию. Поэтому нужно пар выпускать. Люди должны выходить на работу порционно, при этом под жестким санитарным надзором по каждому предприятию. Если предприятие и бизнесмен не соблюдает, он отправляется обратно в карантин. Поэтому 2-3 штрафа, 2-3 вот таких закрытия, и многие бизнесмены легко приручатся к дисциплине, как это было с поясными, с ремнями безопасности в машинах. То есть, вот таким, Макар, если власти не работают прозрачно, если они не умеют работать, пусть уходят в отставку, пусть обновляют свой аппарат, пусть производят полностью обновление. Эта власть показала свою неэффективность. Не может вести ситуацию к тому, что страна вся взорвется, и этой власти придется уйти уже под нажимом массовых беспорядков. Нам это всем не надо. Нам нужно, чтобы эта власть ушла цивилизованно. Хорошо, спасибо. Погром? Первое, отвечу. Во-первых, как показала события на Курдай, наша система Минобороны и правительство не готовы к стихийным таким погромам. Во-первых, мы должны учитывать, и когда эти события были, мы также как говорили об этом, что наша система безопасности нацелена на работу с политактивностью, но не как с массовыми стихийными погромами. Поэтому это правильный вопрос, возможно, но, конечно же, при возникновении таких случаев преступление из преступления необходимо наказывать. И я считаю, что нужно жестко пресекать такие акты вандализма и угрозу жизни такого же гражданина страны, как и он. Поэтому, к сожалению, в таких случаях, чтобы это не стало стихийно и массово, необходимо будет сразу жестко пресекать первые же случаи. Без судового средства расстреливаются граждане своих, да? Они, Канад, они также выступают против других граждан, если будут уграть жизнь другому человеку. Это такие же граждане. Когда же граждан Конституция? Конституция отменяется, значит? Канад еще раз сказала, если они уйдут на угрозу жизни другого человека, они нарушают Конституцию. В любом случае. Поэтому... Да. Второй вариант, чтобы этого не было, необходимо государству просмотреть сейчас все механизмы по государственному закупу и реализации продуктов питания и предметов первой необходимости. То есть, если система магазинов и реализации участников работать не будет, необходимо организовать государственный закуп, реализацию и раздачу данных предметов питания и первой необходимости, чтобы этого не было. Хорошо. Спасибо. Время вышло. Ермек, подожди. То есть, есть какие-то моменты, которые хотите опланировать или что-то записывайте, у вас две минуты в конце будет. Сейчас я не буду... Подождите. Подождите. Можно задавать друг другу вопросы, это уже мы прошли ту часть. Буквально 20 секунд. Двигайте по формату. Двигайте по формату. Строго по формату. Извините. Канна, второй вопрос, пожалуйста, дорогой. Ну, вы, вот смотрите, создается та же ситуация, как и при аналдзении, и так же, как и в Гонганском поселке. То есть, население, и даже наши уважаемые политики, не все, поддерживают внесудебные казни. А это нарушение прав человека и попрания Конституции. То есть, я вижу никаких механизмов для жестокого подавления народных волнений. Нет. Вы даже об этом серьезно не думаете. Вторая ремарка. Государство всегда действует по плану самому худшему. Превышает. Никаких закупок, никаких раздач денег. Даже ситуация с этой несчастной подачкой с 2 тысяч деньги, показывает, что государство не будет, не хочет и не умеет о нем заниматься. Канан, третий секунд. Третий вопрос. Третий вопрос. Скажите, пожалуйста. Нет, давай отвечу. Нет. Потом третий вопрос. Нет. Давайте, да. Нет, есть два вопроса. Первый ты задал, Канан. Второй ты задал. Сейчас вопрос. Пожалуйста, вот ответьте на второй вопрос, который Канан задал. Третий вопрос. Вот сейчас есть у властей и у общества возможность как раз обновить систему, в том числе вот по поводу безопасности на улицах. Есть, скажем так, неудачная попытка с общественными советами, но если их сделать, на самом деле, углубить этот проект сейчас оперативно и на их основе создать общественный совет по поводу волонтеров для помощи врачам и волонтеров для поддержки общественного порядка на улицах, то, скажем так, мы можем количество народных дружин можем создать в масштабе в 10 раз превышающем численность полиции. И эти гражданские лица, которые живут в нашем же квартале, которых мы уважаем, которых мы сами можем избрать, они в десятикратном количестве, чем полиция, смогут наладить все вопросы по мародерству, по массовым беспорядкам и при этом они будут упреждать все какие-либо попытки репрессивного характера с отрены ретивых служителей полиции и делать все на основе диалога с людьми, которые перепели и так далее, либо отчаялись психически и так далее. Спасибо. Должан. Ирики, Канар, давайте будем реалистами. Во-первых, народ сам самобилизовывается. Вы плохо думаете о народе, во-первых. Он самобилизуется и он сам будет народную дружину создавать. Каждый жилой комплекс будет создавать свою охрану. Каждый, во-первых. Каждый будет заниматься вопросами именно самообороны. Поэтому еще раз говорю, если будет со стороны граждан Казахстана угроза жизни другого гражданка Казахстана, это нужно пресекать. Любым методом. Если идет уже как бы угроза жизни, то извиняюсь, как бы я сама, если мне будет угроза жизни, я буду сама стрелять в первую очередь при необходимости. Оружие. Оружие нет, я говорю, если необходимо будет. Тем стрелять. Поэтому надо тебе дать оружие. Просто мороз заниматься. В том числе как и мой муж, как и моя семья. Страшный бред. Браждан вступающего это позиции каждого. А на самом деле жизнь проще и будут люди, все соседи будут заниматься именно самообороной, будут заниматься, пружины будут. Это еще стихийно ты предлагаешь. а я предлагаю, чтобы государство приняло решение о том, чтобы это было создано. Ермек, это до последних это уже будет в другом блоке. Вы к нашей власти тоже посмотрите, да, или еще не будет никто не организовывать. Она волонтерскую систему не может на текущий момент организовать, а вы говорите о дружинах. Мы говорим о наших предложениях. Ермек, у тебя было время ответить. Давайте уважать все-таки программу, потому что мы переступаем уже до линии того, что мы запланировали. И вот видите, то есть как бы демократия, она тоже требует самоконтроля. Поэтому, то есть как бы с каждым услово дается, но есть система, которой мы все договорились и все исследуем ее. Вопросы, значит, приподнятые руки, да. Хорошо, Токжан, вы закончили? Да. Хорошо, спасибо. Тогда сейчас буду задавать вопросы я, так же, как я имею право задать вам вопросы. Ну, Жаке, можешь не включать, тебя секундомер только, я быстро задам. Подожди, у нас вопрос, у нас никакого экономического блока не будет, чтобы мы могли... Нет, будет, будет, но к нему идем. Ермек, мы сейчас закончим этот блок с вопросами, потом идем к нему. Значит, так, мы говорим о проблемах. Я тоже мониторю ситуацию и вижу, что получается очень много, не только, допустим, людей, которые задержались за рубежом. Если мы смотрим на социальные выплаты, то я вижу, что полная дискриминация. Я вижу, что социальные выплаты даются только тем, кто работал и делал социальные отчисления. И то, говорят им, идите сделать социальные... Большинство не делало социальные отчисления. Они просто делают за один месяц и им выплаты дают. Но, то есть, как бы, выключили мам с детьми, которые сидели, и детей. Почему нельзя автоматом было бы дать населению? Второй момент, это помощь в медицине. То есть, я так понимаю, что даже врачей, которые работают, подвержены риску, когда они заражаются, их наказывают, вместо того, чтобы мотивировать как-то лучше. И поэтому, то есть, как бы, ваше видение, это вот первый вопрос в этом направлении. Ответьте, пожалуйста, вот на эти моменты. Как вы видите, что ваша партия решитет? по поводу врачей? По поводу врачей и врачей по социальной поддержке. Значит, у меня ответ такой. По 10 миллиардам, из которых вытекает вот эти 42 тысячи 500, не ясно, эта сумма, откуда она взята, полумифическая. Нету расклада, откуда они взяты, из этого источника, из этого источника, из этого источника, из таких-то налогов. Какие будут налоги? Если у нас в условиях кризиса какие могут быть налоги, если там они уменьшаются, налогооблагаемые базы? Какая структура по раскладу на что тратится конкретно эти 10 миллиардов? Поэтому мы не понимаем, есть деньги на эти 43 тысячи 500 или нету? Мы не понимаем. Поэтому мы должны в первую очередь требовать от властей, чтобы они расклад полный дали. И тогда мы будем понимать, что ага, еще есть запас еще на 10 миллиардов, либо у нас, либо мы можем сказать, что с учетом шагренивая кожа экономики, мы можем говорить, что на самом деле 10 миллиардов нет, будет только 2 миллиарда. И поэтому они сегодня врут народу, что они могут заплатить это, это, это. Мы этого не понимаем из-за того, что нету прозрачности и по всем этим моментам. Второй момент. Спецсчета, надуманная, значит, волокита. Вот эти волокита по открытию счетов, где-то по открытию расчетных счетов, когда можно было бы на имя родственников закинуть деньги, если нету своего счета, спецсчета не нужно, просто надо запретить банкам, запрещать, запретить изъятия, пиратские изъятия без решения суда. И все, все проблемы. Какие вопросы? По медицине. Бангопатин я соглашусь с Сирикой. Все, что на текущий момент мы не понимаем реальную ситуацию с бюджетом, потому что непрозрачно. В итоге мы можем требовать что угодно, раздача всех денег в стране, всех продуктов, всех одежды и так далее. Но на самом деле если этого нету, то и требования наши будут пустые, потому что на нет и сюда нет. Поэтому нам нужно четко понимать, какова ситуация у нас с бюджетом, с тем, на что возможен бюджет. Второй вопрос, откуда тратится этот бюджет на те же АСП, АЕСП? Есть версия, что это официальный нацфонд, а есть версия у других людей, что это из ИНПФ, наши пенсионные зачисления. Поэтому чем больше тайны, тем меньше информированность, тем больше вопросов возникает и сомнений, правильности, что делается. поэтому Нурлова сказали, что мастер, которые сидят, им не полагается. Вчера только вышло указание, что декретницам, если вы имеете в виду декретниц, то им будет также 42,5 выделяться. Такое решение вчера было принято. И также безработным тоже все будут выделяться. Если они будут в саду все безработные, пожалуйста, оформите безработку и им будет это выделяться. Но проблема в том, что мы не знаем, скольким есть возможность эти средства направить. Это первое. По медицине. Есть опыт Турции, который вообще запретил продавать маски и распоряжение, чтобы маски бесплатно разговаривались. На это, наверное, много средств требуется, и это возможно сделать в Казахстане. Кроме того, тесты. Тесты необходимо увеличить и срочно заниматься вопросами тестов. Сейчас Россия собирает тесты, изготавливает, и они, если не ошибаюсь, и без таможенных тестов можно быстро достать. Нужно тестами решить и смазками. Все. Спасибо большое. Вопрос номер два. Время закончилось. Да, да, да. Время закончилось. Значит, вопрос номер два. Я хотел бы узнать, как вот вы, если вы станете властью, ваша партия гипотетически придет в власти, какие рычаги вы припинете, чтобы бороться с кем, с системной мюрзотией на местах. То есть, вот вы даете указание, да, а министры ниже Акимы саботируют его. Просто, то есть, как бы, пилят деньги. Что вы с этим делаете? Ермяк? Не, есть, во-первых, система выборов, и мы предлагаем эти выборы делать ежегодно. Есть система через съезды местных москопятов, кварталов. Это было бы ежегодно. Второй момент. В этих чрезвычайных условиях нужно действовать по принципу Саакашвили. Саакашвили действовал в этот момент, как раз, который у него был. информация в отношении того, что либо человек врет, либо человек ворует, либо человек занимается ненужными народами, своими функциями, он сразу моментально вылетал. То есть, не нужно давать какой-то срок, кризисный срок, два-три дня, два-три факта, все, достаточно того, чтобы быстренько человек слетел. Для того, чтобы проверить информацию, проверить факты, сейчас можно достаточно видеоинформации, отшета, тем более публично перед, скажем так, в прямом эфире допросить чиновника нечистоящего, не справился, все, в тот же прямом эфире увольняешься. И таким макаром можно было обновлять большие пласты чиновников и ускорить работу всех госорганов на основе такого страха. чиновник. Полгар? Я не отвечаю, да? Ермек, вы мое время поняли, да? Так, вопрос. Почему? Первое, как бороться бюрократии? Во-первых, честно говоря, нужно выявлять родственные причины и следствия, да? У нас, почему не наказываются какие-то акимы или какие-нибудь чиновники, потому что он оказывается его родственник. Поэтому я бы в первую очередь, когда пришла бы к власти, сделала бы большой справочник, кто кем кому является. Кто кем является, сват, брат и, конечно же, вот эта коррупционная составляющая родственной связи первую очередь нужно ликвидировать. Второе, необходимо, чтобы каждый чиновник понимал наказуемость неисполнения поручения. Но у нас на текущий момент нет. Тот же господин Тукаев заявил, что весной рассмотрит эффективность работы Акимов уже выступает скоро лето, но до сих пор пересмотра эффективности работы Акимов у нас нет. Помните, он обещал это на одном из выступлений своем? Поэтому, когда у нас будет жестко наказываться госчиновники за неисполнение, неэффективное исполнение своей работы, то вплоть до уголовной наказуемости у нас наши чиновники не будут чувствовать, что есть за ними присмотр, есть наказание за их эффективность и за их неработу, в том числе за бюрократию. Я здесь согласна, что необходима выборность Акимов наших. Пока Акимы назначаются, а частные назначаются именно по родственным, еще раз говорю, связям, они чувствуют свою безнаказанность. Поэтому когда они будут избираться, то они будут чувствовать, что они ответственны и должны кому-то, должны своему электорату в первую очередь. Поэтому в первую очередь избираемость, наказуемость и работа с коррупцией, в том числе с коррупцией именно клановости, родственностью. Хорошо, спасибо большое Токжан, спасибо Ермек, спасибо Таймкиперу, спасибо за вопросы Канна. Переходим к вопросам от зрителей, потому что у нас уже очень много шалостей. У нас вообще-то был академический блок, мы говорили. Это произойдет в чате. То есть вопросов много уже задали. Но дело в том, что у нас формат такой, мы предупредили в самом начале, некоторые подсоединились чуть позже, то есть не понимают совсем то, что сначала у нас выступали кандидаты, давайте их называть кандидатами представителей партии, а потом уже задавали вопросы мы, а потом телезрители. Ну так, не телезрители, фолловеры. Так, ну вот давайте перейдем к вопросу. Здесь много, конечно, очень идет троллинга, реплик. Я постараюсь сделать из этого вопросы. Так. Мы собираемся обсудить, что делать? Или не будем обсудить это? Сейчас, сейчас, сейчас. Мы даем возможность сказать слово зрителям. Это будет второй тур. Второй блок. Ну, Рул сам же говорил, троллите, троллите нас. Вот они и пошли, поэтому давайте отвечать. Отлично, да? Это же интересней. Электорат требует. Да? Я так люблю это слово, электорат. Вот, в принципе, давайте, вот Виктор Цой у нас себя проявляет таким одним из троллей. Я попытаюсь из его троллинга сделать вопрос. Давай. Вот он клонит все к тому, что вот из Казахстана правда за Украину, черт у русский мир, их режимы СНГ, шестерки Кремля, нужен цивилизованный мир. Ну, то есть, как бы, вот, человек говорит о благе, значит, он хочет блага. Толку от ваших разговоров главное убрать режим Назарбаева, шестерки Кремля. Так, из Казахстана председательный баланс миллиарды долларов. Ну, то есть, вопрос и направлен в сторону смены режима. То есть, как вы думаете, как ваша партия смотрит на на то, чтобы сменить режим, то есть, или вот вы говорите о том, что вы, может, будете одним из игроков, сателлитом правящей партии. Вот давайте так вопросом. Две минуты, ответ, Нуру? А? Ответ сколько по времени? Нет, ну, ответ так же, две минуты, полторы минуты мы говорили вообще, но, пожалуйста, можно две минуты сделать. Ага, давай, Ермек. Значит, неумная, неграмотная политика с непрозрачностью, с теми действиями, которым нет никакого доверия у народа, все закончится после карантина огромным потоком протестных акций, и это приведет к падению режима, я так считаю. Никакой прозрачности нет, обратной связи нет, что с бюджетом, непонятно, откуда все берется, непонятно. Идет, значит, полное закрытие предприятия, карантинный режим слишком жесткий, и это ведет к массовой безработице. У нас, с учетом того, что даже до кризисного периода из-за 10 миллионов работоспособного населения работало официально только 3 миллиона, из них 1 миллион это госслужащие, чиновники, учителя, врачи и так далее, 2 миллиона это было само производство, то считайте, у нас 7 миллионов людей, реально это перебивается случайными заработками, либо вообще они этих заработков не имеют, не питаются за счет тех людей, которые в семье работают, за счет них, являясь ижедивенцами. Поэтому я ожидаю осенью очень больших массовых акций после карантина. Либо они начнут. Множество акций будет буквально этой весной и летом особенно. но осенью, когда уже карантин будет официально снят полностью, а летом частично, будут большая грета массовых акций, они приведут к этому. И тогда уже можно будет говорить о реальной демократизации и полном обновлении власти на основе того, чтобы там постоянно находились люди, которых представляет народ. А если нет, то они моментально будут слетать со своих постов. Потому что демократия для меня это не когда выбирать, а когда народ может в любой момент снять любого чиновника, сделать импичмент и депутатов, и президентов. Вот тогда это и есть демократия. Спасибо большое. Акжан. Считаю, что должна быть полная смена в системе власти. Во-первых, и людей, и стиля управления государством. Потому что на текущий момент люди, которые находятся в правительстве, они будут все равно, если даже оставаться будут, то они будут идти по накатанным, скажем, рельсам, по привычным рельсам. Поэтому для того, чтобы эти рельсы наконец-то поменялись, должны быть на них люди, которые на них никогда не катались. В принципе, чтобы они пошли по другому, новому пути. Да, есть риск, что это будет, может быть, риск, что люди будут неопытные или непрофессиональные. Но в стране очень много опытных людей, которые, к сожалению, не могут продлиться и не могут реализовать свой потенциал. Поэтому должно быть, конечно, конкурсный отбор на топовые позиции, а не просто назначение по степени лояльности. Конкурсный отбор должен быть, должна быть именно прозрачность назначения, прозрачность роста во власти. И прозрачность именно в том, что его достижение должно быть, учитываться, его эффективность, а не просто лояльность. Если посмотрите любого нашего чиновника или любого нашего министра, который находится сейчас или до этого, ни об одном из них нельзя сказать, чтобы они эффективно работали по своим работам. Вот посчитать по пальцу даже никого нету, для того, чтобы да, это эффективный министр или да, это эффективный чиновник в государственном плане. Практически ни одного нет, потому что у всех есть провалы в его работе. В том, например, что у нас страна цифровизованная или банковская система наша самая лучшая, эти мифы разрушились на текущий момент, потому что нету интернета, нету банковской системы, нету кредитов, поэтому, еще раз говорю, у нас на текущий момент во власти нет тех людей, которым можно было бы дорожить, которых можно было бы оставить, потому что они показали, вот в текущей ситуации показалась неэффективность их управления. Спасибо большое. Переходим к следующему вопросу, и у нас Ай-79 Алма задает вопрос вообще-то Токжан, то есть как бы, ну я направил бы ее для обоих выступающих. Значит, звучит он так. Считает ли себя Токжан зрелым политиком или опытным хозяйственником, чтобы войти в политику, или потребуется дополнительные годы набраться опыта и знаний? Это давайте оба ответьте, пожалуйста. Ну продолжаем эту традицию. Ермек, начинай. Ну я отвечаю, да, если мне задал вопрос. Во-первых, еще раз говорю, я уже давно работала в корпоративном секторе, в управлении, и причем работала в управлении именно вне Казахстанского корпоратива. И могу сказать, что где работала и управляла очень даже успешно, и могу, этим результатом я довольна. Зрелый политик, не зрелый политик, к сожалению, в нашей стране, я думаю, что нет вообще зрелых политиков, чтобы так смело заявлять, или достаточно хорошим управленцем. Сейчас, на мой взгляд, важно в управлении политики быть хотя бы порядочным и честным, быть государственником, работать именно на свой карман. Это очень важный критерий, который в текущий момент, это вот первые критерии, которые должны быть на текущий момент. И человек, который искренне ратует за государство, искренне хочет добиться результата для своего народа, а не для личного своего обогащения и родственных плановых историй, то хотя бы это уже у нас сейчас, мы до такой степени обеднили в ресурсном плане, что у нас хотя бы честный человек, это уже достижение для любого политика или любого управленца. К сожалению, пока так, как это станет. Поэтому я не буду смело заявлять, что я отличный управленец или отличный политик, стоявшийся. Это, наверное, сказать нескромно или бред, но, по крайней мере, я могу гордиться тем, что я раньше, как я раньше жила, как я раньше, чего я раньше достигла, по крайней мере. И мне это не стыдно. Спасибо. Ермек, значит, задача политика на самом деле заключается в нескольких иных вещах, поэтому я там уже, Виктору Цой, попробую объяснить. Первое, задача нас, сегодня, как представителей оппозиции, завтра, как представителей власти, первое, это обеспечить в составе конкурсной комиссии как раз отбор специалистов, то есть от нас требуется что? Чтобы мы были патриотичны, чтобы мы были честны, чтобы в этом отношении у нас не было никакого груза коррупции и мы могли бы с чистого листа выбирать чистых душой, чистой по совести специалистов, квалифицированных, проводя всю процедуру конкурса, чтобы всех случайных людей некомпетентных убрать. Второй момент, мы как политики должны обеспечить в парламенте коллективное руководство страной, с тем, чтобы мы как честные кристальные, максимально кристальные люди, которых проходит через выборы, через горнила, могли реально составить такое руководство, которое обеспечит прозрачность по деньгам, прозрачность по расходам, по источникам, по конкурсам, по тендерам, по каким-либо моментам, которые очищают систему власти от коррупции и честный отбор специалистов. Это мы сможем сделать, а все остальное сделают те отобранные парламентом, политиками, специалистами во всех государствах. И последний вопрос, потому что мы так определили, что мы должны переходить к следующему блоку. Это вопрос все-таки тоже немножко лично направленный на Ермека, то есть, но может быть я давайте разобью его немножко. Он звучит так, то есть, вот с Кусаном он жопанул, то есть, как вы считаете, Ермек, вы поддерживаете его и так далее. То есть, ну это твоим вопрос может быть. Как вы считаете, что вот стоит нам его сейчас может быть набить или все-таки мы говорим о политической культуре как-то, то есть, толерантнее относиться к этому вопросу? Какие, да, в чем урок Кусанова? Да, я могу говорить? Да, ты можешь говорить. А в чем урок Кусанова? Кусанова урок в том, что мы должны были в избирательном привлечении из тех кандидатов, которые там были, по-моему, там было 7 человек, выбрать того, который бы мог бы оттянуть голоса от Нуратана. Мы должны были проголосовать по-умному, по принципу умного голосования за кандидата, лишь бы это было не Нуратан, лишь бы это был не кандидат Назарбаева-Тукаев. Поэтому, исходя из этого, мы сделали правильно. Мы показали властям, показали народу, кто стоит, сколько стоит людей за альтернативным вариантом. И даже власти признали, что по всем фальсифицированным цифрам и то выходит минимум 4,5 миллиона человек. Поэтому все вот эти варианты вокруг Кусанова должны стать для нас уроком еще в каком плане. Кусанов проявил слабохарактерность и договорняк с властями, и мы от этого должны уберечься на следующих выборах, предъявляя счет, предъявляя условия к любым партиям, к любым кандидатам в депутаты, в депутаты масляхаты, или парламент, или снова президенты и так далее. Никакой слабохарактерности от народного представителя не должно быть. Никаких договорников за счет народа не должно быть. И в то же время это еще урок о том, что мы сами не уберегли своих представителей, которые соприкасаются в кислотной среде с властями опасно. Поэтому, если бы мы оберегали бы, все время заставляли бы своих представителей с властями соприкасаться только лишь при свидетелях, например, мы на зоне, в лагере никогда не ходили в администрацию, там, на вахту одни. Всегда был кто-то, чтобы он мог предотвратить любой договорняк, либо он мог всегда подтвердить и оправдать честное имя, скажем так, Катаржанина. Вот в этом ключе нам нужно было сделать все эти моменты. Теперь по поводу партии такого не будет, потому что это будет коллективный вариант, и там договориться с отдельным Кусановым будет очень сложно. Поэтому 200 человек или 100 человек, которые выходят в парламент, от оппозиции их всех склонить и показать, заставить их на колени, как Кусанова, будет практически невозможно. Хорошо, спасибо большое, Ирбек. у нас отключилась Ток Жан, я ее набираю, и Жан Дос тоже пытается звониться к ней, сейчас мы ее подсоединим, но давайте перейдем к второму блоку, то есть, и, наверное, раз пока и, когда Ток Жан начинаем с тебя, тогда сразу же. Все, давайте. Давайте, она же вопросов должна задавать, давайте подождем. Она тоже, как бы, должна быть в эфире. Понимаю, но у нас зрители, поэтому, то есть, как бы, мы будем двигаться все-таки, и пусть подсоединится, и, ну, она смотрит нас. Начинаем. Я начинаю? Да. Давайте, смотрите. Значит, у нас нет никакой прозрачности по 10 миллиардам, о чем я сказал. Нет детальной структуры по их источникам и по их расходованию. Нет никакого общественного финансового контроля. И если власти реально хотят не нагнетать градус негодования возмущения в народе, то должна быть создана общественная финансовая комиссия, которая должна решать все вопросы по расходованию на медицинские цели, либо на социальную помощь людям по всем 10 миллиардам, по всему государственному бюджету должен быть полный отчет, что, какие резервы еще есть, возможно, есть еще другие резервы, возможно, есть резервы антикоррупционного характера. Следующий момент. В каждой точке торговли и сфере обслуживания должен быть карточный терминал под страхом высоких штрафов. Если точка торговли не понимает двух штрафов, значит, она закрывается. Мы должны сделать так, чтобы люди с карточками чувствовали себя благоприятно в любой точке, в любой части города, района и так далее. Дальше. По поводу вот этих запасов на продукты есть, нет, мы не понимаем. Поэтому нужно вести еженедельный доклад от всех сетей супермаркетов и крупных предприятий. Их директора должны публично выступать по поводу своих резервов по поводу планов, по поводу своих проблем. Дальше. Нужен полный отчет по бюджету и раскрытие всех по 10 миллиардов перед общественной комиссией еженедельно. Нету сегодня, на сегодняшний день никаких цифр, какая будет помощь пенсионерам и детям. Даже Украина, бедная Украина, она предлагает и добавляет в каждой пенсии еще тысячу гривен. У нас этого нету. По детям ноль вообще. Если, допустим, 100 долларов даются взрослым людям ежемесячно, то хотя бы дайте 30-50 долларов из расчета на каждого ребенка. 5 детей, значит, соответственно, умножаете на 50 долларов. Потом дальше. Глупое решение было у нас банка по поводу вот этих высоких процентов для бизнеса. Ставка рефинансирования запредельная и она считается рекордной для всего мира. То есть мы, наоборот, распугиваем весь бизнес. Мы не хотим его спасать, получается. У нас вообще нет промышленности, дифферсифицированной экономики, полной зависимости страны от биржевых скачков на нефть и другое сырье. В этом плане Назарбаев полностью должен покинуть свою власть в этот кризисный момент за то, что он наворотил с этой промышленностью, он сегодня должен взять на себя по лечению ответственности и сказать, да, вот именно в этот момент я отдаю полностью власть президенту Тукаевой и ухожу полностью, отказываясь от всех званий по поводу Ельбасы. По поводу выхода из карантина. Из карантина нужно выходить прямо сегодня начинать и делать это осторожно, бережно, порционно, исходя из возможностей здравоохранения по поводу тех же самых ИВЭО. Необходимо некоторые сферы вообще полностью освободить от налогов и поощрять по деньгам. Я имею ввиду те же самые велопроизводство, автопроизводство, детали, те же самые маски, санитайзеры и ВЭЛы, спиртовые спреи, респираторы и так далее, онлайн покупки, доставка товаров на дом, это все должно поощряться. Более того, все европейские страны приняли такую программу и мы должны тоже ее принять, что поддержать бизнес, поддержать работников, не дать возможности разрастаться безработице, государство должно на себя принять следующее правило, 80% зарплат государство принимает на себя. Бизнесмены, работодатели оплачивают только 20% работодателей, это сделано на 6 месяцев, как в Чехии. Дальше, по поводу порционного выпуска производства из кризиса, из карантина. Карантин слишком жесткий и массовую безработицу никакая экономика не выдержит, тем более без, скажем так, экономика без промышленности. Поэтому, в первую очередь, кого это должно касаться? Должен быть свободный выход людей в огороды, в поля, по сельскому хозяйству. В сельском хозяйстве должна быть создана благоприятная зона, но при жестком санитарном контроле, если человек не понимает, штрафуется. Если человек снова не понимает, загоняется опять на карантин. Я думаю, через короткое время эти бизнесмены поймут. Еженедельно до 5% работников предприятий определенных отраслей должны открываться. Неделю открыли, ждем санитарная обработка, санитарный надзор. Если люди понимают, они работают дальше. Не понимают некоторые, загоняются в карантин. Через неделю новые 5% открываются предприятий по числу работников. И так делается если мы разделим 100% на 5, то мы получаем 20 недель. За 20 недель мы должны из карантина выпустить все предприятия. И при этом каждую неделю мы производим жесткий контроль. ИВЛ, маски, производство санитарных эпидемиологических средств и оборудования должно быть 24 часа в сутки, должно быть переведено на рельсы военного конвейера. Если у нас ИВЛ планируется производить 53 штуки в месяц, то мы должны производить эти 53 штуки ИВЛ в день, в сутки, исходя из военной экономики. Те же самые отрасли, какие должны переводиться в первую очередь. Это строительство, строительные отрасли, которые для нужд здравоохранения, личный автотранспорт должен быть выпущен. То есть люди должны не запрещаться по личному транспорту. Главное общественный транспорт, но личный транспорт не должен запрещаться. Коммунальное хозяйство, ремонт водопроводов, теплопроводов, других трубопроводов городского хозяйства, сельское хозяйство, отдаленное хозяйство. И только ту часть, которая готова выполнять требования по маскам, по смене масок, по бесплатным санитайзерам, тогда эта экономика выпускается из карантина. Карантин жесткий, стопроцентный, не нужен. Время. Да. Спасибо большое, Ермек. Тогда давайте у нас сейчас небольшие технические проблемы. Один из наших дебатеров отключился, видимо, к проблеме санитарной. Давайте пока вы вопросы задайте. Параллельно начнем задавать вопросы. Пока Жандос звонит, Кана, может быть, ты тогда начнешь вопрос Ермеку? Ну, два твоих вопроса. В общем-то, вопросов здесь трудно задавать, потому что все это выглядит сейчас, как после пожара нафиг насос. мы сейчас находимся в режиме национальной катастрофы, Казахстана, имею в виду, потому что по всем позициям наша страна, наша родина, Казахстан, не выдержала никаких испытаний. Все, что мы здесь наблюдаем, мягкотворно. Годы отрицательной селекции советской, назарбаевской, они породили политических, духовных, творческих импотентов. Я думаю, что ближайшая перспектива Казахстана это насилие, грабежи, хаос и анархия. И, скорее всего, страна из ручного управления, никто, по-моему, сейчас не будет возражать, что Казахстан это страна на ручном управлении, никакие институты государственные не действуют, действует командная административная схема. И страна из ручного управления Казахстан она перейдет от внешнего управления. И с такими темпами принятие государственных решений, паралича воли и хаоса в управлении, скорее всего, не стоит ожидать ничего хорошего от ситуации с COVID-19. Она перейдет во внешнее управление, из ручного управления. То есть, как говорил президент Трамп, файлит кантри. И еще хуже он говорил это кулшет кантри. Значит, что же можно сказать? Теперь Казахстану, как обычно в своей истории, предстоит выбирать кто будет владеть страной в ручном управлении. вопрос в чем, Кана? Вопрос в том, что как вы будете в условиях коронавируса защищать независимость республики Казахстана? Потому что в результате вот этого будущего насилия, хаоса, грабежа, мародерства и насилия неизбежно у Казахстана станет проблема потери независимости. один вопрос. Это первый вопрос. Ермек. Понял. Если у нас получается есть два варианта. Если мы находимся в оппозиции, как мы можем защищать общественным словом, словом публичным в ютубе, в социальных сетях и максимально мобилизовывая количество людей для того, чтобы власти услышали и отреагировали. Если вопрос касается того, что если бы мы сейчас находились в этот кризисный период у руля страны, то, естественно, нужно принимать все превентивные меры безопасности и по поводу внешних угроз и так далее. В том числе в каждой области, особенно в приграничных областях, должны быть минимум полк линейный, скажем так, либо мотострыковый, либо танковый, либо там воздушно-десантный. Линейный полк, развернутый потом в бригаду, в дивизию и так далее. Это один вопрос. Второй вопрос. Власть сама должна полностью измениться, должны быть полностью произведены перевыборы. И я думаю, что если даже мы не примем решение по поводу ежегодной смены власти, то, по крайней мере, мы должны принять решение о том, что на примере США, на примере 50 штатов США и на счет Нижней Палаты Федерального Парламента США депутаты должны и вся власть должна сменяться, переизбираться каждые два года на прямых выборах. Если мы вводим косвенные выборы, которые, я считаю, более квалифицированные, более продуманные, то тогда можно будет обновлять систему власти, вымывая неративных людей ежегодно. ежегодно. Вот эта система более эффективна. И если мы сможем на этой основе народ максимально приблизить, народ и власть приблизить друг к другу и при каждом провале убирать коррумпированного чиновника депутата, то мы сможем, отзываясь на каждый вопрос, на каждый запрос народа, реагировать на каждое событие, на каждое ЧП, на каждый частный случай, и тогда мы сможем быть адекватными всем событиям. Спасибо, Ермик. Так, значит, я хотел бы Джан Тосна спросить, что у нас в Стокжан? Мы дозвоним тебя до нее, да? Нет, не можем дозвониться, может, что-то со сетью у нее? Скорее всего, с сетью, если мы не можем по другой социальной сети до нее дозвониться. Кана, хорошо, спасибо. Второй вопрос. Можно мне задавать вопрос, да? Да, 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 по два вопроса каждому. Вот сейчас мы стали перед реальностью так называемый рубильник соцсетей. Сейчас хорошо нам у зрителей, кстати, ерничают уже, вот хорошо вам сидеть по сетях метлой, как говорит, заместить. Но рубильник же в руках власти, даже у внешней страны. Просто отключат и все. Страна погрузится в хаос, как Афганистан, как районы Сирии сейчас находятся. Ребята, неужели мы не чувствуем, что происходит на самом деле? Все это хорошо. Дебаты, шмебаты, соцсети. Очень просто все решается. Рубильник дернут, отключат и переведут страну из ручного управления во внешнее управление. И мой вопрос заключается в следующем. Не в том, как предотвратить коронавирус, какие меры. Это мы с этим, мы все уже катастрофически заопоздали. Никто нас не добит сбитых летчиков, никто не будет слушать сейчас. Ни во власти, ни в оппозиции. Мы вообще абсолютно не имеем никакой силы. Просто я вам хочу сказать, что когда страна погрузится в хаос, что можно предпринять нам, как людям, людям, которые находятся в эмиграции, сравните с безопасностью. Каким международным институтом? Каким над государственным протоколом мы можем обратиться к ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, вести голубые каски, когда отечалое население будет на этой огромной территории каннибализмом заниматься. Это же мы тоже прошли. Что, бомбить Б-52 ушел в эту толпу? Ребята, давайте будем реалисты. Вот мой вопрос. Что можем мы сделать из безопасного места, когда Казахстан охватит хаос? Каким международным институтом и протоколом над государственным мы можем апеллировать? я думаю, что, во-первых, у нас с коронавирусом на самом деле ничего катастрофического в Казахстане не происходит. Примеры просто сравним. В Италии, в Испании 17 тысяч смертей, у нас 6 тысяч погибших, ну, 7 тысяч, ой, 7 погибших, всего лишь 7 человек и 17 тысяч. Поэтому по итальянским меркам у нас в Казахстане мы находимся на этапе зародыша проблем. Все под контролем. Надо, наоборот, карантин выпускать, потому что все находится под контролем. Мы коронавирус практически проблему задавили, но осталось решить только вопрос санитайзерами, с тестированием и с выпуском поэтапно по очереди предприятий и людей из карантина. Второй момент по поводу массовых беспорядков. Массовые беспорядки мы будем погашать. Первое, самое главное, за счет того, что мы сегодня говорим, какие меры сегодня предотвратят массовую безработицу, массовый кризис, народное возмущение, массовые беспорядки. Если власть умная, то она эти действия примет. Второй момент, если власть глупая и она будет действовать по накатанной и будет совершать одну ошибку за ошибкой и они будут вращаться в клубок катастроф, то она просто-напросто приведет страну к массовым беспорядкам и к революции, к смене власти насильственным путем. Вот и все. А мы, продолжая разговаривать с разумными людьми, с народом, народ грамотный, умный люди, мудрые люди, они будут понимать, как нужно самоорганизовываться, а мы в этом самоорганизации поможем, что надо делать из этой ситуации. Спасибо большое. Уложился время, осталось немножко. Давай секундочку добавлю по поводу массовых беспорядков. По поводу огромного количества людей, народных дружин, которые можно было бы все это организовать на основе пресловутых общественных советов, новые создать, более жесткие, более демократичные, более процедурно отработанные, тогда вопросы с безопасностью в каждом квартале, в каждом микрорайоне, в каждом селе вопросы будут решать само население, сами дружины, без всяких автоматов, просто элементарно за счет силы своего убеждения и за счет своей массовости. Никакие... Ремарка. Ремарка. Могу? Я у Ремаркова или не надо? Давай. Давай, давай, потому что у нас как бы сейчас... один человек, ты меня это расслужал. Ирмяк, дорогой мой, ты же меня встречал с заключения, отвозил свои машины. Мы с тобой давно знакомы, поэтому не подумайте, что мы сейчас поймем. Я добро певец. Ирмяке, вот ты представляешь, что ты все время пытаешься комплимент загнать власти. Если власть вменяемая, если власть... Братан, власть совершенно невменяемая. Тогда надо напулись на революцию. Им, да, пизды, все, все, что происходит. Они думают только, как в этом, как в местном с тысячами нельзя, о своем кабанчике, о своей ферме с голубым бассейном, где много хлеба с маслом. Ихни джеты давно уже там, все дети. Я просто свидетельствую, что все дети, всех практически значимых людей в Геннадстане, они здесь, в Майами, в Флориде. Паспорта у их никто халатый жен. Они спасутся бесами. На страну они кинут. Вопрос вовсе не в том, что они будут власти, всегда будет Б. План Б по-плохому. Они всегда априори будут хуже, чем даже мы думаем. У меня вопрос не к этому. Теперь народ, население, в чем уважение к своей нациям? Ничего они, ни на какое восстание, стадо, парнак копыток не способны. Они как проглотили вот этот Назарбаевский член 30 лет за глотом, так и будут дальше дрочить на него. Никогда не выйдут они на по-настоящему. Назарбаевский будет революция. Какая революция? На революцию эта публика не способна. Вот только молодые ребята, полевики погибнут, наши ребята, самый цвет нации, их всех закатает на спальт, расстреляет. Также, кто жанр закатал, говорит, принимать жесткие меры. Вы понимаете, что это значит? Это значит расстреливать, убивать, как же она уделяется. А это они могут. Власти доказали, менты абсолютно беспредельщики, им пофигу. Так вот, здесь меня вовсе не интересует уже. Я считаю, что власти всегда хуже, чем мы думаем они. Что революция не способна это население, которое привыкло кнутую прядику. Я говорю о реальных вещах. Что можем мы, как люди, как с большой земли сделать для своей несчастной, погибающей сейчас страны? Коронавирус это не шутки, никакие меры не предпринял Казахстан. Я сейчас просто информацию добавлю, да, почему? Я считаю, что ситуация катастрофическая. У меня есть несколько информаторов, я не разглашу их, в больнице, в Алматы, в больницах инфекционных, куда сосредотачивают больных коронавирус, которых удалось тестировать. А тестов нет, я реки, нету тестов, нету. Так вот, в этой больнице людей, которые заподозрили коронавирус, добили им отделение, выселили остальных. Значит, зам, зам главврача, просто имея бабки, сделал себе или у него нюжнокорейский какой-то тест на коронавирус и выяснил, что он больной. То есть, человек работает, можете представить, ужас, да, как похолодело у всех, у персонала этого госпиталя, инфекционного, потому что, если главврач, который больше всего, зам главврача, предохраняется больной, то остальные как? Что сделали власти? Что сделали наши врачи, власти, что сделали в таком случае? Это полная невменяемость в шизофрении. Они запечатали весь этот госпиталь, 300 человек, обслуживающего персонала, персонала, ту смену, которая находилась, к моменту сдачи теста по стыкам. Они запечатаны снаружи сейчас, запечатаны снаружи, переведены на газарменный режим, на койках там технички, эти медсестры, врачи сейчас находятся уже вторую неделю. Это раз. Второе. Вызвали, значит, оставшиеся 100 с чем-то персонал и их тоже прогнали на этот коронавирус. Ну, потому что эта ситуация чрезвычайна в Алматы. К сожалению, там выявились больные, но некто нет. Так, что дальше произошло теперь от властей, которые мы считаем вменяемыми? Они чинили иск этому же госпиталю, который находился на первой, касательно, линии обороны, от коронавируса. Иск чинили за что? За то, что за недостаточное соблюдение режима изоляции, что они сами заболели, понимаете, коронавирусом. И, естественно, руководство этого госпиталя, оно, вы знаете, это как на самом нахлоп, хозорежим свой, да, самоокупаемый, они из зарплаты этих несчастных техничек, медсестр, врачей вышли весь этот штраф. Понимаете? Это же невероятно абсолютно, что происходит. Почему заразились эти несчастные люди, которые самоотверженно трудились там? Потому что даже спирта не хватает, какие маски, какие перчатки, не хватает даже... Что ты предлагаешь? И давай я отвечу на твой вариант. Ты скажи, что ты предлагаешь, а я скажу, согласен с этим или нет? Давай. Я предполагаю, господа мои хорошие, Марзалар, создавать национальный, не дожидаясь катастрофы национальной, создать национальный фонд спасения. И туда должны войти все, кто с большой земли, кто неравнодушен казахи, чтобы уже обращаться к международным институтам за помощью в катастрофической ситуации в Казахстане. А она, поверьте моему предсказанию, она будет как ком нарастать. Все заражены на самом деле. Никакую ничего это не спасет. Просто мой друг, который сейчас в Сакраменто работает в госпитале, Канад, в Америке столько-то, столько-то, столько инфицирован, на столько погибших. Смело увеличивая это на два, потому что тестов реальных нет и на всех не хватит. Хорошо, Канад, у тебя вопрос будет или ты ограничишься? Вопрос я задал. Будем ли мы создавать в этой ситуации катастрофическом можем ли мы иммигранты создать комиссию по национальному спасению комитет, чтобы обратиться к международным институциям для помощи Казахстану? Вот это главное. Вот это самый актуальный сейчас вопрос. А нет, уже Казахстан мы просрали, если честно. Там уже будет все по нарастающей хуже. Давайте, давайте будем реалистами. Что мы можем сделать для помощи Казахстану? Ну, я считаю, вот этот фонд пока это для меня нереально. мы не готовы. Ну, что, во-первых, мы не готовы создать систему. Ты знаешь, что мы сейчас не можем решить вопросы по поводу штрафов для политзаключенных приходят к оптике, а сейчас нам нужно будет эту проблему, это, ну, не подъемная пласть, нужно создать многомиллионный фонд, многомиллионный фонд. это огромный сумм. Ну, если так взять, то, в принципе, Канад говорит больше о драйве, о инициативе. То есть, снизу самих граждан взять на себя ответственность, с этого начать. Я так понял, правильно тебя, Канад, ты как всегда более глубоко мыслишь. Я просто в панику упал, если честно, а ты... Да, так, и поэтому, вот, исходя из этого, Ермек, ты скажи, пожалуйста, вот ты считаешь это допустимым, ну, вообще возможным, самоорганизация народа на решение проблем, потому что власти у нас такие долбанутые. Ну, во всяком, я скептически к этому отношусь, но, конечно, еще я не против, если есть такая возможность, нужно это делать. Главное, что, если, допустим, гражданское общество, блогеры, политики, активисты в это дело войдут, они, по крайней мере, смогут обеспечить полную прозрачность, полную некоррумпированность, полностью, значит, расходование денег целевого характера, то есть, никакой коррупции. Та же самая бергемость движения, вот этот фонд, он проявляет себя полностью некомпетентно и коррупционно. деньги тратятся на рекламную какую-то компанию, когда деньги тратить надо вот на народ. Это все непрозрачно, по источникам и просмотрим. Народный фонд, конечно, это сделал бы стопроцентно красиво и честно. Хорошо, спасибо. Жаке, у тебя вопросы, Ребята, я скажу, что я думаю по всему поводу. Я так понял, у нас дебаты уже, как бы, ну, началась с дебатов, а заканчивается просто беседой четверых. Дискуссией. Да, дискуссией. Поэтому, я думаю, дебаты не состоялись, я думаю, уже Токшан Кажалиева не вернется, потому что либо что-то у нее с сетью, либо она просто ушла от разговора, ну, как бы, не будем гадать. Насчет Казахстана, я даже, я вот и по комментариям вижу, да, что у людей просто депрессивный такой, как бы, депрессивный. Паническое состояние. Да, паническое состояние. Помните, вот когда в прошлом году пятеро девочек сгорели в этой, во времянке, и такие тоже дебаты были, и некоторые находились люди, которые обвиняли родителей вот этих девочек в том, что они оставили их дома, не смотрели, что там ювенальная юстиция должна ими заняться, штрафовать, вообще в тюрьму посадить, и все такое. Жизнь такая сложная, да, здесь в Швейцарии тоже получалось так, что иногда ребенок без присмотра и может оказаться, и это нормально, если эпизодически, если в тот день и отца, и мать вызвали на работу, и чтобы они не потерять работу, вынуждены были оставить детей дома, это не их вина, это вина государства. И когда я вот это слушал, и слушал тех, которые защищают государство, защищают тех, которые у власти, Назарбаева, его клику, его там друзей, одноклассников, друзей, друзей, родственников, родственников, я вот просто почувствовал у себя в душе, что я к ним чувствую, попытался проанализировать и понял, что у меня по отношению к Назарбаеву и к его окружению никаких чувств нет. Я бы их просто давил бы, как тараканов, без злобы, без ненависти, просто потому, что их надо давить, их просто надо уничтожать, вот это, что Назарбаева, Даригу, там, кто там, Ай Султанчик, Хуй Султанчик, взорвавшееся племя уродом. И без без злобы, без ненависти, а просто как вот какую-то санитария, санитария. Санитария, именно. Именно они вот, Казахстан ввели вот в такую ситуацию, когда у многих просто руки опускаются, что сделать, какие демократические нормы ввести, какие там это, производства какие-то поднять, или еще что-то, то, что вы говорили, да, ну это все ерунда, пока вот этого, вот заволосню вот этого шала, да, не вывести из библиотеки или где он там прячется, сука, в каком бункере, да, просто вот как с этим Муаммаром Каддафи так не поступить, я даже боюсь, что он умрет своей смертью, этот падла, да, от старости просто сдохнет, вывести его заволосню, да, как этого Каддафи, и чтобы все последующие приходящие президенты увидели, каково это бывает над людьми издеваться, чем это может кончиться, и что это кончится всегда вот так, кто бы ты ни был, то Каев ты пришел, Аблязов ты пришел, или еще кто-то, блядь, кто бы там не пришел, Мамай, там, ну не буду даже, вот кто, следующий, все должны перед глазами должно быть вот это конец вот этого Назарбаева, иначе чего мы стоим, если он просто уйдет, и просто на его место другой придет, ничего, и это даже надо делать без злобы, без ненависти, без ярости, просто делать, вот как ты сказал, Канад, санитария. Смотрите, у меня одна ремарка, значит, я согласен, но только я желаю этим Назарбаевым сто лет жизни, но чтобы они провели в тюрьме, и чтобы они там умерли от старости, возрасте там 108 лет, или там 99 лет, умерли там, перед этим, чтобы из них вытряхнули следователи и на суде всю информацию, как они воровались, до мелочей, потому что очень много тайн они унесут, если ты их раздавишь, не допросишь, я хотел бы, чтобы я с ними занимался над допросом, либо кто-то другой, прокурор, но чтобы мы из них вытряхнули все, что они наворовали по деньгам и по информации, я не против, чтобы они в тюрьме сидели, но из тюрьмы его вытащит его друг Володька, пару батальонов спецназа, где-то подкупят, где-то просто перестреляют охранников, и он окажется сразу же в Москве, я за то, чтобы его прямо на улице как Каддафи грохнули. А я хотел бы еще добавить теперь еще более философскую и более античеловеческую циничную дискурс. Я бы вообще хотел бы запретить запретить в Центральной Азии заниматься своей семьей, семействной. Чтобы мы прекратили любить своих детей, чтобы это прекратилось вот эта фигня вся. Выключи там свой телефон, звук выключи, ну, ролл. Так вот, вся проблема Назарбаева в том, что он просто горячо и честно любит свою семью. Все последующие президенты политики, которые переносят свои семейные, свои чувственные интересы на политику, на общественную жизнь, они это будут делать, потому что они human. Вот, чтобы это пресекалось, чтобы был мораторий на любовь к своей семье. Пусть так же, как в Америке будет. 17 лет, Паку, иди работай, Макдональдс, сам плати свой обучение там в колледже, в кампусе, все, до свидания. Не живешь родителям. И родители занимаются сексом друг с другом и не устраивают судьбу своих детей. Надо будет, бабки там какие-то на поддержку дадим один-два-три раза и все. Надо прекращать вот эти стадные инстинкты хотя бы для влаги всего общества. Перестать запретить политиков устраивать свою семью. Влагам появилось? Так, подсоединить ее? Ребята, нет, она объясняет, значит, я просто хотел сказать это, и она мне написала, что получается ситуация с тем, что у нее телефон, ну, то есть, как бы вообще сейчас завис и не работает, а на компьютере скайп, ну, скайп глухой. Сейчас мы попытаемся, то есть, как бы я вот так вот приставлю телефон и попытаемся так, то есть, как бы общение продолжать. Хорошо? Как? Давайте, давайте. Хорошо. Ну, это, так сказать, форс-мажорная ситуация, ну, ладно. Размытие убери. Размытие. Токжан, ты нас слышишь? Слышу, хорошо, да. Ребята, вы слышите, Токжан? Да, да, слышим. А меня видно? Тебя видно? У тебя размытие включено у НУРУЛа, НУРУЛ, размытие фона. Убрать? Убери, убери. Я думаю, НУРУЛ, мы должны тоже уже закругляться, мы уже два часа разговариваем. Вопросы. Она исчезла опять. Опять исчезла. я не буду говорить, она вот так вот что-то. А, ты, включись, ты где сейчас? Я, я включилась, я не пробовала. А, потому что отключилась у тебя картинка? У нас пять, ну, когда я снил. Пусть звук будет. Ладно, значит, я предлагаю, чтобы Токжан выступила по антикризисной экономике. Токжан, ты слышишь, да? Алло. Ты слышишь? Я есть. Да, я есть, я есть. Ты можешь выступить по антикризисной политике, то есть, как бы, вот, Ермек уже выступил, мы по второму блоку пошли. Ермек выступил, и мы сейчас задаем вопросы ему. Ну, что я выслышала, говорю. Да. Сейчас, что надо делать в области экономики, и я считаю, что из карантина надо выходить уже, начиная сегодня. И после окончания тоже? Ну, Оно спросило, и важно это видение тоже. Я предлагаю по пять процентов экономики выводить еженедельно. Хорошо, давайте я вам озвучу то, что я собиралась на сегодняшний день. Первое, это продовольственные закупы, да, организовать госрезервы, организовать госзакупы товаров по установленным переченью, то есть, медсредства, защиты, товары, первые необходимости, продовольственные резервы, закупы, в первую очередь, у водяческих производителей. Второе, организовать госкредитование, именно государственное кредитование, если банки, не будут согласны остатке предлагаемого правительства. То есть, как мы видим, то, что предлагают правительства и то, что предлагают банки, это 8%, на самом деле, эти 8% пока не подъемят до того же малокредития битца и нашего АВК. Поэтому необходимо через Дому организовать государственное кредитование малокредития битца и АВК по низким ставкам, ниже ставки, примерно 3%, как максимум. АВК высылает рабочие силы и необходимость переквалификации. Четвертое, сейчас мы видим, наблюдаем, что не работает волонтерская сеть. У нас волонтерская сеть есть сеть, есть только на основе Жас-Утана, Дуратана. На самом деле, Жас-Утан объявил о необходимости волонтеров, то есть, значит, у Жас-Утана и Дуратана нет тех несколько миллионов человек, которые не постоянно заявляют, необходимо заняться сетью волонтерской сети. Если необходимо, чтобы она была частично платная. Возможно, что переформатировать именно армию, чтобы она стала волонтерами. Пятое, жесткая работа по искоренению коррупции. То есть, по закону, скажем так, согласно военному времени, да, должна быть жестко посекаться любые формы коррупции. Пятое, на актуацию и сельскохозяйственных расходов. То есть, это в первую очередь стратегия развития малых средних бизнесов, образования, здравоохранения, строительство дорог, стравизация, развитие местных производств и переработка сырья. Это я уже говорю после окончания ситуации с карантином. необходимо сделать упор на развитие местного производства и переработка сырья. Развитие АПК, логистических центров, как показал опыт текущий, Москва, логистические центры, где обыскодировались наши товары. И развитие местного туризма. Как вы видите, туризм, именно который зарубежный, он резко вспал, и поэтому нужно делать упор на развитие местного туризма. Многие страны на этом и выезжают. Седьмое. Пересмотр системы госслужбы. Как показал опыт работы в условиях карантина, что такого огромного государственного аппарата не нужно. То есть необходимо пересмотреть его эффективность и аудировать не в целесообразность для количества штата госсистемы. Сокращение должно быть. Восьмое. Пересмотр системы вообще поддержки бизнеса, в том числе и налоговложения в сторону либерализации. Но это уже происходит. Но должны быть не временные меры, должно быть постоянно условием, чтобы в течение последующих трех лет были преференции большие у малого среднего бизнеса, чтобы он смог экономику поддержать нашу. Девятое уже. И, конечно, либерализация политической системы. Если мы не либерализуем нашу политическую систему, то у нас не будет конкуренции в идеях, в предложениях, то есть в позициях нашей страны. Это избирательные законы, законы о партиях, ВИДПОО, пересмотр вообще работают депутатским составом. Как показывает опыт карантина, что в принципе депутаты могут, в принципе, они, как оказалось, что они необходимы, то можем рассмотреть как работу как мобильной электронной мошгресси, электронный снад. Так вот электронно проверить на нас же и есть, каким же может быть электронный мошгресси, электронный снад. И, конечно же, как показал опыт последних дней, что у нас очень плохо состоит дело с благотворительностью. То есть необходимо догадательно либерализовать систему благотворительности Казахстана, тем, чтобы компании имели возможность оказывать благотворительную помощь. Слышно, да? Да, слышно. Хорошо, спасибо. Толджан, тут у нас вектор дискуссии уже пошел о том, что, ну, это я, ладно, так вот оставлю портрет свой, не обязательно мой видеть. То есть, как бы, этот, мы обсуждали сейчас о том, что есть необходимость все-таки, ну, стоит ли для политических партий, это вопрос был задан со стороны нас, стоит ли для политических партий не рассчитывать на власти, а самим консолидироваться в решении проблемы. То есть, и достаточно разные мнения, то есть, как бы, полярность разная, но, по-моему, по сути, согласны все. Как вот твое видение насчет этого? Ну, что консолидироваться необходимо, как бы, это неопротиво, факт неоспоримый, как его нужно делать. Другое дело, что при всем желании будем консолидироваться и объединяться, но работают просто они не дадут больше по опыту, да, просто не дают работать же, просто не дают выйти весь дома, что называется, и закрывают бизнес, свои крупные препятствия, делают нажимы на окружение, поэтому вопрос для, даже если у нас будет консолидация, консолидация, наоборот, настолько сильная, что просто-напросто так же будет продавляться, поэтому системе власти нужно поднимать, что чем больше нас сжимает жид, тем больше от нее будет отсток, поэтому и реакция будет совсем другая, если этот нажим не прекратится. Хорошо, Жаке, к тебе возвращаю, у тебя есть вопросы, потому что ты нас свои задал. Ну, в принципе, у меня вопросов нет, вот, нет, есть вопрос, Токжан, важный, вот мы, когда ты пропала, переговорили о том, что в Казахстане даже вот по интернету, по связи, ну, то, что у нас даже телефоны начинаются плюс 7, да, это российский как бы стандарт, и рубильник у нас там, в России управляется из Москвы, что вы бы сделали для того, чтобы, во-первых, информационную, от этой экспансии информационной и в том числе российского, засилие российского телевидения и вот всего вот этого в комплексе, чтобы наработать свое национальное, чтобы не быть зависимыми от нашего северного соседа, какой комплекс мер, так, вкратце, но так обобщенно, но чтобы ты ответил на этот вопрос. Мы уже вторую часть сети, имейте ввиду. Нужна быть демонополизация вообще информационной сети. у нас все медиа практически принадлежат определенным людям, два-три человека принадлежат, там, Дариге Назарбаева принадлежит большинство ресурсов, также по поводу интернета и информационной связи все рубильники тоже находятся как бы в Костельной Кольме или в Билайн или в Кейселе, который тоже является собственником практически там одна и та же девушка, поэтому, скажем, рубильник везде один, нужна демонополизация многих сфер отрасля бизнеса, в том числе информационного бизнеса, когда у нас не будет зависимости от российского соседа, потому что на текущий момент, так как все средства массовой информации выполняют заказ одного хозяина, поэтому они интересны, потому что нету альтернативы некой цензуры, нету альтернативы подачи информации и альтернативы подачи просто контента, в том числе развлекательного. В текущий момент наши сфер информации не являются коммерчески интересными, потому что хозяин кармана бездетного находится один, поэтому и они неинтересные. Понятно. Поэтому наш зритель смотрит на Россию. Хорошо, у нас действительно мы очень долго уже в сети находимся, я поддерживаю каната и давайте немножко урежем, по техническим причинам мы просим прощения, попытались донести. Не могу прощения, но все исчезали за москвоту 2015 года, сейчас только что у меня так тоже телефон и не забуду. Не могу никак учить его. Возможно происки врагов, мы не знаем. Ребята, тогда давайте закругляться. Я предлагаю закругляться, но вопросы не задали от телезрителей. Не телезрителей, я уже несколько раз говорю, телезрителей. Там очень, я перебью тебя, Нурол, извини, очень хорошие вопросы были, Алма тоже, например, по заявлению вот этого Жакишева по атомной станции, очень было много вопросов. Ребята, извините, что у нас первый блин комом получился, и вот из-за проблем со связью не смогли полноценные дебаты провести. Я надеюсь, что Ермек и Токжан не последний раз у нас и